Револьт Бласфемер, спасибо большое за внестримовый донат с текстом Та самая бонусная часть про нью метал, на запись конечно Смотрим на запись Решил полностью закрыть нью метал тему, ведь когда-то давно выпустил двойной ролик про любимые альбомы данного жанра И сказал, что обязательно сделаю дополнительную часть Нюха один из любимых стилей, поэтому примечательных работ в данном сегменте полно И даже выбирая 20 из них, все равно откинул много релизов, к которым возвращаюсь по сегодняшний день Дабы точно не было повода делать еще один список, я в конце выпуска постараюсь одной строчкой вспомнить все примечательные для меня работы Что же, вы смотрите дроптейп и давайте же мощным финальным аккордом поставим точку в нью метал жанре Финальный аккорд Fuel, Natural Selection Эта постгранж команда попала в мой список в самую последнюю очередь Очень сложно было выбрать работу, которая закроет список из 10 позиций Вы просто представить не можете, сколько альбомов я перебрал Какая конкуренция происходила в моей башке, и я рад, что таки определился И ни капли не жалею Многие знают открывающий трек с этого диска благодаря саундтреку Need for Speed Underground Забавно то, что эти пацаны не просто попали в мой топ последними, но являются одной из последних команд, которые я раскусил Мне они приглянулись благодаря тому, что участвовали не только в саундтреке к NFS, но и фильму «Сорви голова» с Беном Аффлеком Оба трека мне понравились, и я послушал их работы, но не сильно впечатлился Наверное, дело в том, что... Лучшая роль Бена Аффлека – это в «Джей Молчеливом Бобби» Аффлек, круто! Перл Харбор сыграл! С которыми мало знаком Случайно выбор пал на некую дискографию и неожиданно залип в данный альбом Скажу так, кроме него мне ничего толком не приглянулось, но то, как я подсел на данный релиз, не передать словами В нем прекрасно абсолютно все, и, наверное, отмечу все треки Этот альбом попадает в мой личный топ-3 постгранж дисков, присоединяясь к Stained и Cold Head Planet Earth – Only in America Я делаю уже третий выпуск про ню метал и ни слова не сказал ни про один рэп-кор альбом Думал этот пробел забить ревейл, но в последний момент решил отдать место Джареду Шейну с вечно сменными участниками Среди которых были такие талантливые люди, как Уэст Гир, Сони Мэйо и чуваки, которые одно время играли с ОТЭП Шамайей Так вот, когда-то у группы был конфликт с Лимбискет, так как они решили помериться мазафака хитами Джаред мотивировал тем, что их трек круче темы Лимбискет, хоть последние получили более широкую ротацию Знаете, я немного скучаю по подобным разборкам Типа когда Кристиан Мачадо набил рожу Марку Риццо за то, что тот увел фишки Лнинио в Сулфлай и все в таком духе Крутое же было время Что касается данного релиза, то для меня идеальный баланс между тяжестью и рэпчиной Причем количество слова фак на альбоме просто зашкаливает Наверное, именно Хэт Пи И в моих глазах ответственны за то, что мазафаку стали называть мазафакой Удивительная работа, вобравшая в себя много талантливых музыкантов, которые позже разбегутся по другим успешным проектам Но диск известный, наверное, не благодаря уникальной смеси нюхи, хардкор панка и фанк металла, а тем, что после его записи вокалист Лейн Стрейд вместе со своим пёселем Дабсом попали в аварию, унесшую их жизни Многие наверняка слышали трек 7 Dust'ов Angel's Son, посвященную Лину Хуя В клипе на эту композицию вы могли видеть невероятное количество музыкантов из различных групп, отдавших дань уважения певцу Kitty, Incubus, System of a Down, Cold Chamber, Machine Head и много других В остальном уникальная работа, атмосфера которой мне всегда напоминала беззаботность и безмятежность Самый охуенный аккорд прозвучал Спасибо большое, Нэтмэр Отсайд Ну там я вижу ссылку уже Спасибо большое за донат, мое почтение Спасибо Кстати, надо этот коричневый аккорд заменить на его более брутальную версию Сейчас я найду более качественную То есть, потому что он тут вот такой Блять Ладно, сейчас я это сделаю Антологи Да, эти челы кавер угарной сделали, конечно Блин, как же я обожал эту команду, как обожал Наверное, один из самых интересных и забавных коллективов, который когда только можно было вообразить Наблюдать за их лайвами еще то удовольствие Особенно нужно следить за движениями басиста Но если говорить про стилю ребят, то для меня они являются чуть ли не квинтэссенцией звучания конца 90-х и начала нулевых И саундтреком для всех молодежных комедий тех лет Их драйв и задор это то, за что я безумно полюбил данную группу Ведь кто из нас не любил гонять под них в Tony Hawk про Skaters 3? Я не играл в это Слушая подобные работы, я немного начинаю грустить и ностальгирую Короче, смотрите, этот звучит так Где звук-то? Нету, блядь Нет звука Не звучит коричневый аккорд Ладно, блин Короче, сейчас поймете скоро, надеюсь Смотреть только вперед Но, блин, что поделать, если музыка вызывает именно такие эмоции? Soil Scars А че она не свернулась, блядь? Soil одни из ярких представителей Залупа Альтометаллического звука Наверное, многие знают их вокалиста Райана Маккомса Как фронтмена группы драмы Сука, вот зазвучал А этот А этот, блядь, не звучит Но, как по мне, именно на этой работе была сосредоточена гармония Между необычным вокалом Райана И невероятно мощной музыкой команды Атмосферный Unreal Один из любимых треков Вот сейчас как раз, как назло Когда я на паузу ставить не буду и буду нажимать Они будут звучать, стопудово, блядь Потому что Мразотная хуйня Где звук-то, блядь? Падла, блядь, вонючая Гадкая Ладно Жаль, что не особо получилось полюбить остальной их материал А Reunion альбом вообще оказался скучный и унылый, как по мне Но я из тех людей, кто старается запомнить только хорошее и не списывать былые заслуги Альбом Scars – визитная карточка группы Не знаю, лишь таки Еще одна All-Star группа, вокалистом которой является Бен Шигель, несменный продюсер Каймиры Помимо него, в этой группе играл один из моих любимых барабанчиков Чет Зе Лига, который потом свалил в Breaking Benjamin Гитарист BC Kosmit, ныне участник Nonpoint, а также басист Кори Лавери, родной брат Клинта из Seven Dust У команды всего два альбома, между которыми я не мог выбрать, так как они одинаково крутые и достаточно разные Эта работа ближе к тому самому понятию мазафака, в то время как диск Ghost in the Machine 2006-го – это скорее альтметал Но буду рекомендовать оба альбома, они просто охрененные Чи Вэл – Wonder What's Next Некогда трио братьев Лофлер мне просто снесло крышу, когда я услышал их трек Family System Но проблема в том, что я в упор не могу вспомнить, где я впервые его услышал То ли на каком-то саундтреке, то ли на сборнике, не помню хоть убей Но эти мощные риффы напрочь въелись в мою голову и не покидают по себе Когда же я услышал релиз целиком, то сильно удивился, как их музыка отличается от этого яростного напора вступительного трека Их вокалиста Пита Лофлера часто сравнивали с Мейнардом и, наверное, отчасти что-то в этом есть Ведь их музыка не лишена атмосферности и местами имеет необычную структуру В дискографии группы есть два очевидных релиза фаворита в моих глазах Этот альбом и диск 2011 года «Heads off to the bull» Но место в этом списке... Почему эту цеплевую музыку называют альтернативным металлом? Потому что это и есть альтернативный металл Альтернативные нормальные музыки Альтернативный классическим жанром Всему тому, что говниды пародируют Мне нравятся все три диска, дезафафары, стропнутые компасы Типа, блядь, пауэр, трэш, хэви, там хуи В течение времени понял, что в основном возвращаюсь именно к этой работе Причем забавно, что она из всей дискографии является, наверное, наименее сумасшедшей Наверняка для многих это обыкновенный альтметал Но, как по мне, это пример профессиональной работы и просто отточенного индивидуального звука Карьерный рост, если так можно выразиться Это дебютная работа для новой басистки Нади Пойлан Надька – единственная девушка, принявшая участие в Roadrunner United, между прочим Мое уважение Трек Something Told Me многие могли слышать на саундтреке к первому Resident Evil Думаю, много кто узнал о группе благодаря этой композиции И я один из таких людей Разница в том, что Dark Days при этом я услышал последним Так как все работы группы попадали мне в руки в хронологическом порядке Про недавний reunion альбом я даже не знаю, что сказать Вроде и норм, но как-то не хочется к нему возвращаться А вот этот диск слушаю периодически с превеликим удовольствием American Head Charge – The Art of War Всегда задавался вопросом Нахрена столько народу таким командам, как American Head Charge или Sleep Knot Да, к слову, Шон Крэн тесно связан с группой Так как делал им ремиксы и в клипе Just So You Know выступают в качестве пасхалки Так вот, эта работа – смесь альтметалла и индастриала Но такая яростная, что жопа порой лопается от тяжести и агрессии А какой у них вокалист? Камерон Хи, как всегда, относился к одним из самых необычных и интересных голосов в мазафаке Жаль, что просрал все, как и сама группа Ноги сторчались, кто-то вплоть до передоза Гитарист Кармачима свалил в атеп К слову, через ее лесбийскую постель прошло что-то дофига музыкантов Ох уж это атеп Так вот, они также пытались в Реюнион, но я думаю, что слово «пытались» исчерпывающее по отношению к их деятельности Но данный релиз – один из лучших альбомов в жанре Еще раз, просто безумная работа, обязательно слушать всем Блин, тупо, что что-то название на секунду появляется и потом пропадает сразу Теме все время не давало мне покоя Это настолько охренительная музыка, а команда, на мой взгляд, просто не может не понравиться тем, кто любит неторопливое атмосферное звучание с ну очень крутым вокалом Наверное, звук команды можно описать как кальтметал в сочетании с прогрессивом Они для меня всегда были эдаким мазафачным вариантом Тул У меня все время на языке вертится, что они американская вариация «Карнивул» И, наверное, так и есть, уж больно много схожих черт с дебютной работой Тимата от австралийских гениев Вокал Джесси Хейсика похож на Айена Кинни, да и структура треков имеет что-то общее Не знаю, насколько мое сравнение поможет вам понять их звучание, ибо я очень надеюсь, что вы знакомы с шедевральным Тимата, а если нет, то для кого я, блин, пилю ролики с рекомендациями? В общем, теперь я буду спать спокойно и камень с души снял, поскольку не только рассказал об этом альбоме, но и впендюрил его на условное первое место Им закроем основной список, но перейдем к тому, что я упомянул ряд не менее интересных работ Это что, Альтрабридж что-либо? Итак, обязательно еще расскажу про Ревейл с альбомом Бридзе Скай Честное слово, одна из сильнейших рэпкор работ, которая совсем уж осталась в тени старших братьев по жанру Брейкин Бенджамин, я рада, как пример просто хорошей музыки, но повторюсь, потому что во многом для меня ее делал и барабанщик Чет Зе Лига Нонпоинт с одноименным альбомом, который... Да, у Бенджамин охуенный барабанщик О, горшок Вспомню Тепрут и альбом Welcome, замечательным вокалистом Стефаном Ричардсом Куда же без дебютника Дравнинг Пул Синер и первой работы Доу Отмечу Static X Shadow Zone, второй диск Kitty, не знаю, нравится больше дебютной работы Обязательно стоит выделить шведских индустриальных рэпкорщиков Клау Фингер с диском Zeros and Heroes, безумно люблю их Еще отмечу сольники Хэда, включая Love and Dead, и вспомню такие команды, как Freer's Hollow и Saturate Я вот все думаю, в какую категорию внести 36 Crazy Feasts с диском Bitterness the Star и Summer of Darkness от Demon Hunter, так как они представляют из себя смесь нюхи и металлкора Но этим ребятам по хорошему выделить какой-то отдельный материал, и... наверняка я забыл про кого-то действительно крутого, так что пусть слово будет за вами Вот таким вышел мой заключительный список нью метал альбомов Что же, хотя бы для себя я поставил точку в этом вопросе Надеюсь, вам материал также показался весьма полным и исчерпывающим Простите меня, если где-то не согласны с моими музыкальными предпочтениями Но я всегда говорю, что вы имеете полное право делиться своими любимыми работами А мои личные списки, как ковер, просто задают тон и не являются каким-то объективным критерием качества В общем, буду закругляться, спасибо, что в очередной раз меня послушали На канале уже более 600 человек, за что я благодарен всем подписавшимся и поддерживающим мой трёп про любимую музыку Для меня до сих пор остаётся загадкой, почему вам нравится слушать моё занудство Не могу передать словами, как я это ценю Ещё раз всем спасибо, увидимся и слушайте только хорошую музыку Ну как будто менее интересный уже такой ролик Это уже для тех, кто хочет прям погрузиться, так сказать, с головой как следует в эти дебри Я тут, если честно, уже почти ничего даже не знаю Ну, всё же спасибо за донат